Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хотелось бы побороться с внутренними страхами. Бывают моменты, когда чувствую слабость и страх одновременно. Это меня дико раздражает, бывает, что в маршрутке начинается паническая атака. Стараться отвлекаться это помогает. Такие случаи бывают в основном в зимний период. Шейный остеохондроз, троичный нерв воспаляется, правое плечо слишком напряжено. Со слов невролога. Не знаю, хочется быть той, которая была раньше, и активистке, которая ничего не боится. Просто, говорю, таких проблем не было. Папа и брат говорят, что это из-за того, что не работа, устроена эти работы. Соглашусь с ними. Может быть, это из-за малоподвиженности, но начинается и другой страх, что это на работе такой эмоциональный всплеск будет. Иногда пью глицин, знаю, пустышка витамина. Что посоветую сделать? Нет, ну, совет только, может быть, один. Это обратиться к, во-первых, врачу, психиатру, либо клиническому психологу на предмет диагностирования у вас какого-либо заболевания психического. Но, скорее всего, для того, чтобы просто это исключить. Я не думаю, честно говоря, что у вас какое-то серьезное психическое заболевание есть. Но психиатр бы вам назначил препарат, который помог бы, в общем и целом, как-то вот, немножечко купировать именно паническую атаку. А дальше только психотерапия. Дальше только выбор психолога и работа с психологом над своей жизнью. Обратите внимание на то, как вы, в общем и целом, говоря про свою проблему, не идете вглубь, а описываете только симптомы. Это очень расстается в глаза и, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Я думаю, что психологически ваша трудность заключается в том, что вы переживаете по поводу того, что вы не оправдываете ожидания своего родителя, брата. Может быть, вы переживаете свое нереализованное, а может быть, вы боитесь оценки, у вас страх оценки. Вот. Тут нужно смотреть, тут нужно исследовать. В любом случае, панические атаки возникают из-за страха, из-за тревоги. Следующий аспект. Не нужно бороться с внутренними страхами. Я бы больше задался вопросом, а что вам, вот, в принципе, могло бы быть интересным. Я бы задался вопросом, что вас могло бы интересовать. Глобально. Я бы задался вопросом, насколько интересна вам ваша жизнь. Я бы задался вопросом, где бы вы хотели себя реализовать. Я бы начал активно интересоваться своей жизнью, исследовать ее. И увидите, как страхи будут отходить. Нет, такой, как раньше, вы, вероятно, уже не будете, потому что человек меняется, это нормально. И не очень хорошим мотивом является стремление вернуть себя такой, какой вы были. Потому что человек меняется, постараюсь. Но в ваших силах найти себя. Опять же, человек, который ничего не боится, это человек, как минимум, игнорирующий один из самых основных инстинктов и функций психики. Поэтому я бы сказал, что к себе вы относитесь, мягко говоря, не очень хорошо. И взращивать в себе заботливое, чуткое, гуманистическое отношение, тоже очень важно. Принимать себя, безусловно, тоже очень важно. Все эти вещи важны. Именно поэтому я и обрисовал вам такую картинку. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok